С целью повышения эффективности военно-исторических исследований, укрепления славы военных достижений, формирования и развития нашей национальной государственности в сознании современников, на основе исторических свидетельств в Кабинету министров подписано постановление, направленное на создание военно-исторического общества по следам предков. О его задачах и целях говорили на первом заседании в Академии Вооруженных сил Узбекистана с участием представителей всех силовых структур. Буквально год назад, именно здесь, в стенах Академии Вооруженных сил Узбекистана, на расширенном заседании Совета безопасности, глава государства, верховный главнокомандующий вооруженными силами, среди многих актуальных задач обозначил приоритетным вопрос патриотического воспитания молодого поколения. Символично, что практически год спустя здесь соберутся представители министерств, ведомств, организаций, в том числе ответственных за эту работу, готовых проинформировать о проделанном. А поводом для дискуссий стало правительственное постановление, подписанное 17 ноября нынешнего года, предусматривающее реализацию мер по повышению эффективности работы по изучению военной истории. Документ направлен на укрепление в сознании современников на основе исторических аргументов славы военных достижений в период становления развития нашей национальной государственности, доведение ее до максимально широкой аудитории, особенно подрастающего поколения. Всестороннее укрепление мировоззрения, национальных ценностей, любви и преданности Родине путем изучения богатого наследия великих полководцев, их исторических подвигов. Постановлением создается военно-историческое общество с символическим названием «По следам предков». На первом его заседании обсудили дорожную карту и параметры взаимодействия. Чтобы знать и передавать будущим поколениям почти трехтысячелетнюю историю, необходимо владеть информацией и фактами, воссоздавать и сохранять. Будут ли это печатные издания, художественные документальные фильмы, патриотические ролики, носителем может быть все что угодно. Главное, чтобы все это дошло до будущих поколений. Международный благотворительный фонд Амера Тимура намерен в первую очередь предпринять изучение зарубежных библиотек, музеев, где хранятся исторические реликвии, касающиеся нашей военной истории. Мы готовы организовать различные экспедиции, зарубежные поездки с целью изучения нашего наследия на основе хранящейся за рубежом уникальных рукописей документов, реликвий. А изучать есть что. К примеру, в одном из музеев города Тегерана среди экспонатов есть клинок Амера Тимура. Привезти сюда трофейный оригинал не представляется возможным. В фонде Амера Тимура предлагают организовать изготовление точной копии для нашего музея тимуридов. Или же, чтобы пополнить им экспозицию музея вооруженных сил. Много интересного хранит рукопись уложения Тимура, подлинная версия которой утеряна. Это был государственный документ. Как сказали бы сейчас под грифом «секретно». Поэтому хранился в единственном экземпляре. Впоследствии был утерян. Спустя 200 лет произведение найдено в библиотеке одного из еменских привителей. Потом переведено на персидский. А уже спустя годы, в 1783 году, первая часть подлинника издается уже в Оксфорде. Перевод которой осуществлен на английский язык одним из военных ученых того времени. Подлинник, к сожалению, до сих пор считается утерянным. Много еще работы предстоит осуществить. Координировать работу будет наблюдательный совет под председательством министра обороны. Заседать совет будет согласно постановлению не менее двух раз в год.